Друзья, всем привет! Это Ильянова. Наш самолет совершил аварийную посадку в Трюссельдорфе. Взлетели и сразу приземлились. Много пожарных машин. Не знаю, сейчас нас обещали привезти до отеля. И вылет перенесли на завтра. В общем, интересно, что там случилось. Ну, насколько мне известно, там что-то с кабиной произошло. Ну, надо отдать должное пилоту. Мы приземлились с полными баками горючего. Это аэробус А330. Ну, просто молодец. Профессионально. КОНЕЦ В общем, нас привезли в здание аэропорта отдельно. Сейчас сказали, что вопрос будет решаться. Как он будет решаться, пока не ясно. Сказали всем сохранять спокойствие. Вот мы, собственно, сохраняем спокойствие. Вот все люди, которые летели в этом самолете. В общем, будем смотреть, что будет дальше. Мне все равно интересно, как меня впустят в страну без шенгенской визы. Как вообще здесь эти вопросы решаются? Так, ну вот первые знаки внимания. Подвезли воду. Воду памперсы раздают. Так, продолжение этой истории. Мы прилетели не в Дюссельдорф, а в Кёльн. От Кёльна до Дюссельдорфа ехать где-то примерно 50 километров. Но для того, чтобы выйти из транзитной зоны, куда нас привезли, нужна виза в шенген. У меня шенгенской визы нет. Я мог спокойно выйти и оказаться в Германии вообще без визы и в статусе нелегала. Но я этого не сделал. Я нашел полицейских, подошел к ним, объяснил им ситуацию. Очень милые ребята. Классные вообще просто. Они очень долго думали, звонили, решали. И сейчас, в данный момент, они меня сопроводили до офиса авиакомпании Air Berlin. И вот сейчас они решают, как меня довезти до Дюссельдорфа без визы, потому что наш рейс будет только завтра. Ну, собственно, вот такая ситуация. Интересно я еду. Ну, в общем, буду снимать видео дальше, что там будет происходить. Меня вызвали такси. Минут через 15 приедет такси. Организовала компания Air Berlin. Такси довезет меня от этого аэропорта до Дюссельдорфа и передаст меня в офис, который будет решать мою проблему уже там. В офисе в Дюссельдорфе в аэропорту. Вот такая интересная ситуация, когда вы прилетаете, вернее, вы вылетаете из Дюссельдорфа в Соединенные Штаты. Самолет разворачивают в связи с поломкой. Он возвращается не в Дюссельдорф, а в соседний аэропорт, который находится в 50 километрах от первого места. Так вот решаются проблемы. Сейчас сядем в такси и снимем видео. В общем, едем в такси. Это мини-баз Mercedes Vita. Едем по автобанам. Очень здорово, Германия. Очень индивидуальная машина для меня. Говорю, я оказался в выгодном положении. Вот так, ребята полицейские помогли. В общем, я приехал уже в Дюссельдорф. Сзади меня офис Air Berlin. Там американцы, они ругаются. Почему их никто не довез? Не было автобуса и все ехали на такси. Сейчас я буду менять свой билет. И интересно, как насчет размещения этот вопрос будет. Так, билет поменяют завтра. С 4 часов утра они работают. Но нас, по-моему, будут размещать. Сейчас как раз тут собралась группа. И еды нам дали. Такой вот пакет. В нем вода, несколько шоколадок и, по-моему, орехи. Ну и на этом спасибо. Довезли, накормили. Теперь главное, чтобы разместили. Так, ребят, в заключении покажу гостиницу, которая предоставлена. Такой большой номер авиакомпании. Сейчас переключу на другую картинку. Такой вот туалет. Такой душ. Такой вот номер. От аэропорта 23 километра. Дали такую бумажку, ваучер. Завтрак бесплатный. Такой вот финал. Завтра, я надеюсь, мы вылетим и будем на месте. Далее. Продолжение следует...